Вы готовы отправиться в путешествие по космосу? А в путешествие во времени? А как насчет того, чтобы посетить огромный галактический зоопарк и узнать, от чего галактики краснеют? Я уверена, что вы готовы, поэтому полетели! Привет всем космическим странникам! В 2020 году легендарная орбитальная обсерватория имени Эдвина Хаббла или просто телескоп Хаббл отмечает свое уже 30-летие. Мы с ним, кстати говоря, ровесники, даже день рождения почти совпадает. И за эти годы, несмотря ни на какие препятствия, он получил огромное количество важных и качественных данных. С их помощью ученые постоянно удивляют нас новыми открытиями, в том числе самого фундаментального уровня. И открытий хватит еще не на одно десятилетие. И, конечно, очень сложно найти человека, который никогда не слышал о телескопе Хаббл или не видел его потрясающих снимков. Так что исключительная научная значимость и всеобщая известность нашли друг друга в одном проекте, что бывает очень редко. Но из всех бесчисленных наблюдений я решила поговорить с вами о самых глубоких. Первое из них так и называется – глубокое поле Хаббла. Далекие галактики в миллиарды раз тусклее того, что может увидеть наш невооруженный глаз. И если даже вооружиться телескопом, то мелкие и тусклые детали будут скрыты или размыты земной атмосферой. Поэтому в основу предстоящих наблюдений легла довольно простая идея, или точнее вопрос, А если направить мощный орбитальный телескоп на один крошечный участок неба, который кажется пустым, чтобы он накапливал свет часами, днями, неделями, что нам удастся увидеть? Результат получился, мягко говоря, поразительным. Взглянув на этот маленький черный кусочек неба, который вы можете с легкостью закрыть кончиком мизинца на вытянутой руке, Хаббл обнаружил по меньшей мере 3000 галактик на разных этапах эволюции. И вот этот культовый снимок, которому почти 25 лет. А теперь подумайте, сколько еще галактик в других таких кусочках, а сколько там потенциально обитаемых миров, ведь это лишь примерно одна 30-миллионная площадь небесной сферы. И нельзя забывать, что здесь мы смотрим не просто далеко вглубь Вселенной, мы погружаемся еще и в прошлое, потому что скорость света, как мы знаем, ограничена. В повседневной жизни это незаметно, а вот в масштабах Вселенной задержка становится колоссальной. И вот ученые наблюдают объект, который находится на расстоянии миллиардов световых лет от Солнца, и видят свет таким, каким он был, когда покинул объект миллиарды лет назад, что позволяет осуществить своего рода путешествия во времени. Для астрономии это очень важно. У нас наконец-то появилась невероятная возможность увидеть первые галактики, которые образовались меньше, чем через миллиард лет после Большого взрыва. Многие из них внешне оказались совершенно не похожи на те, что мы наблюдаем рядом с нами. Они были гораздо меньше и более неправильной формы. Подготовка к первой наблюдательной кампании длилась почти год. Очень долго и тщательно выбирали область для наблюдения, и выбор пал на кусочек неба северного полушария рядом с созвездием Большой Медведицы. Эта область находится далеко от плоскости нашей галактики, поэтому загромождений в виде звезд Млечного Пути здесь не наблюдалось. Удалось избежать попадания в кадр и остальных ярких источников света вроде соседних галактик. Получился своеобразный глазок во Вселенную. Кроме этого, цель находилась в зоне непрерывного наблюдения телескопа Хаббл. Это особая область неба, которая не блокируется Землей, Луной или помехами от Солнца во время движения Хаббла по орбите. Наблюдения начались в декабре 1995 года. Хаббл снимал выбранный кусочек неба 10 дней подряд. При съемке использовались широкополосные светофильтры с максимумами пропускания в ультрафиолетовой, синий, красный и инфракрасной областях спектра, то есть всего 4 разных фильтра. В каждом из выбранных диапазонов была отснята серия кадров с выдержками от 15 до 40 минут. В общей сложности 342 кадра с общей экспозицией более 150 часов, вместо обычно применяемых Хабблом выдержек в несколько часов. Использование больших серий фотоснимков позволило эффективно избавиться от артефактов, вроде цифровых шумов, связанных с работой техники, и помех, вносимых космическими лучами. Это предоставило возможность проявить на итоговых изображениях самые далекие галактики, а съемка в различных участках спектра дала информацию для приблизительной оценки состава, возраста и расстояния до сфотографированных объектов. Полученная картина стала на тот момент самым глубоким взглядом в молодую Вселенную. Меньше чем через год та же команда выбрала другую область неба, теперь уже в южном полушарии, чтобы выяснить, можно ли считать участок Вселенной с первого снимка самым обычным, или специалисты случайно выбрали в тот раз какое-то особое место? Южное глубокое поле Хаббла представили через два года, и оно оказалось очень похожим на северное, что подтверждало однородность Вселенной в глобальных масштабах. Но новое изображение все-таки отличилось. Посмотрите, почти в самом центре яростно светит далекий квазар. Нас разделяет 12 миллиардов световых лет, и такой космический маяк дает ценную информацию о веществе между квазаром и Землей. Первое глубокое поле Хаббла покрыло только крошечный участок неба, но научило нас, что в наблюдаемой Вселенной существует огромное количество галактик. Поэтому команда проекта пошла дальше, и в 2004 году мы увидели уже сверхглубокое поле Хаббла. На этот раз урожай оказался еще богаче, снимок содержал около 10 тысяч галактик разных возрастов, размеров, форм и цветов. Например, на этой мозаике собраны 36 молодых пар галактик на ранних стадиях слияния, которых иногда называют головастиками из-за их необычной формы. А через пару лет, после анализа и глубокого поля, и сверхглубокого поля Хаббла, астрономы обнаружили целую сокровищницу молодых галактик. Около 500 из них существовали, когда Вселенной было меньше миллиарда лет. Это открытие сложно переоценить, учитывая, что всего за 10 лет до этого раннее образование галактик было в основном неизведанной территорией. Астрономы не видели ни одной настолько молодой галактики, поэтому обнаружение сразу 500 стало значительным шагом вперед для космологов. Молоденькие галактики в этом зоопарке гораздо меньше современных представителей, а это явно говорит о том, что они вырастают благодаря слиянию друг с другом. Еще можно заметить, что на снимках все они ярко-красного цвета. На самом же деле, в тот период жизни их окрас был голубоватым из-за повышенной рождаемости звезд. Но голубой свет добирался до Земли почти 13 миллиардов лет, а поскольку Вселенная расширяется, световые волны от очень далеких объектов тоже растягиваются за время долгого путешествия, увеличивая длину волны. Чем больше исходная длина волны, тем более красной она становится, поэтому голубой свет от молодых галактик так сильно покраснел. Этот эффект называется космологическим красным смещением. Результаты также показывают, что эти маленькие галактики производили звезды с бешеной скоростью, примерно в 10 раз быстрее, чем это происходит сейчас в соседних галактиках. Естественно, это только часть открытий, связанных со сверхглубоким полем Хаббла. Охота на столь далекие галактики стала возможна благодаря усовершенствованной обзорной камере ACS, которую установили в 2002 году во время очередной миссии по обслуживанию телескопа. ACS позволяет видеть галактики в 4 раза тусклее тех, которые Хаббл мог видеть раньше. Выбранный для наблюдений кусочек неба составил 1,1 диаметр полной луны и содержал минимум ярких объектов, как и в случае с первым глубоким полем. Но все же некоторые параметры наблюдений отличались. Например, этот регион, расположенный в созвездии Печь, уже наблюдался в рентгеновском диапазоне телескопом Чандра. И на этот раз выбранная область не находилась в зоне постоянной видимости Хаббла. Для получения окончательного изображения потребовалось 800 снимков, сделанных в два этапа в промежутке между 24 сентября 2003 года и 16 января 2004 года. Хаббл сделал 400 оборотов вокруг Земли, а общая выдержка на этот раз составила почти миллион секунд или больше 11 суток. На тот момент Хаббл уже достиг предела того, что можно обнаружить в видимом диапазоне. Видимый свет от самых далеких объектов испытывает настолько сильное красное смещение, что становится инфракрасным. То есть такие галактики вообще выпадают из видимого спектра. По этой причине при съемках всех глубоких полей Хаббла, кроме первого, использовалась камера ближней инфракрасной области. Однако качество изображений было недостаточно хорошим. Но было очевидно, что единственный способ видеть еще дальше это целенаправленно наблюдать в инфракрасном диапазоне. Поэтому следующий прорыв произошел после миссии по обслуживанию телескопа в 2009 году, когда астронавты установили новую широкоугольную камеру, способную значительно улучшить инфракрасные наблюдения. Новое инфракрасное изображение, покрывающее большую часть сверхглубокого поля 2004 года, стало самым глубоким из когда-либо созданных. На снимке были обнаружены сразу несколько кандидатов на самую далекую галактику, существовавшую меньше чем через 500 миллионов лет после Большого Взрыва. А ведь до запуска Хаббла мы могли видеть галактики максимум на расстоянии около 7 миллиардов световых лет. Прошло еще немного времени, и в 2012 году нам показали уже экстремально глубокое поле Хаббла. Оно содержит более 5,5 тысяч галактик. Да, почти каждая яркая точка на снимке – это целая галактика, островная вселенная с миллиардами звезд. Можно увидеть всего несколько отдельных звезд Млечного Пути на переднем плане. Для создания этого потрясающего вида использовалось 2000 отдельных изображений, а общая экспозиция составила колоссальные 2 миллиона секунд, или 23 дня. Он основан на сверхглубоком поле Хаббла с добавлением новых снимков, сделанных в течение 10 лет. Это изображение еще больше расширяет границы и тоже является огромной сокровищницей с невероятными открытиями для астрономов, изучающих природу космоса. Но хорошо, что нам не надо быть профессиональными учеными, чтобы остаться в восторге от увиденного. Хотя все равно стоит отметить, что самые тусклые объекты на этом снимке имеют 31-ю звездную величину. Это значит, что самая слабая звезда, которую вы можете увидеть невооруженным глазом, в 10 миллиардов раз ярче такого объекта. Еще через два года нас ждало ультрафиолетовое покрытие сверхглубокого поля Хаббла. Эта серия наблюдений понадобилась астрономам для более полного понимания звездообразования. Им не хватало данных о звездах на расстоянии от 5 до 10 миллиардов световых лет, что соответствует периоду, когда родилось большинство светил во Вселенной. Самыми горячими, массивными и молодыми звездами, которые излучают свет в ультрафиолете, часто пренебрегали как предметами прямого наблюдения. Таким образом, добавление ультрафиолетовых данных в сверхглубокое поле Хаббла помогло восполнить пробел в наших знаниях о космической шкале времени. Вот мы и подобрались к 2019 году. Сможет ли Хаббл и его команда удивить нас еще разок? Кто бы сомневался. Как мы помним, все предыдущие изображения показывали совсем крошечную область неба. Следующий очевидный шаг – увеличить наш глазок во Вселенную. И вот теперь у нас есть невероятное поле наследия Хаббла, которое просто поражает. Оно тоже заполнено галактиками, только на этом снимке их уже 265 тысяч, среди которых рекордное количество старичков, родившихся всего через 500 миллионов лет после Большого Взрыва. А вот сравнение размера нового изображения на небе с угловым размером полной Луны. Поле наследия Хаббла представляет собой совместную работу 31 наблюдательной программы, охватывающей в общей сложности 16 лет. Было объединено больше 7500 отдельных снимков. Изображение содержит в себе наблюдения и предыдущих проектов, например, сверхглубокое и экстремально глубокое поле Хаббла. Диапазон длин волн простирается здесь от ультрафиолетового до ближнего инфракрасного света, фиксируя ключевые особенности галактик. Общее время выдержки составило больше 21 миллиона секунд или 250 дней. Таким образом, Хаббл наблюдал за этой небольшой частью неба дольше, чем за любой другой. Итоговое изображение показывает полную историю роста галактик во Вселенной, начиная с их младенчества и до того, как они превратились в полноразмерных, полноправных, взрослых. Ни один снимок не превзойдет этот, пока мы не запустим космические телескопы следующего поколения. Интересно, что когда Хаббл только начал свою головокружительную карьеру, астрономы собирались использовать его для очень конкретных научных целей, поэтому идея тратить дни и недели драгоценного времени телескопа просто для того, чтобы проверить, какой это может дать результат, была даже смешной. Но затем пара недель все-таки была отведена для глубокого поля, и после этого ученые, естественно, изменили свое мнение. И вот, много лет спустя, мы видим такие невероятные картины. Обилие полученных данных и научных знаний здесь просто невозможно переоценить. Астрономов ждут еще десятилетия исследований на основе результатов работы телескопа. А ведь эти проекты только часть заслуг Хаббла и команды специалистов, которые с ним работают. Но кроме этого, такой новый взгляд в глубины космоса может влиять и на общественное сознание. В наблюдаемой вселенной есть как минимум 2 триллиона галактик. А мы, люди, наша планета, солнце, млечный путь, настолько малы, что невозможно даже представить. Что ж, а впереди нас ждет запуск телескопа имени Джеймса Уэбба, который должен показать нечто еще более поразительное. Вот к чему приводит человеческое любопытство, к первым шагам на пути познания вселенной. И пока вы шагаете, не забывайте смотреть на звезды. Вдруг кто-нибудь посмотрит на вас в ответ. Субтитры создавал DimaTorzok